Всем привет! С вами Докучалов Александр. Я директор интернет-магазина «Торговый дом интерес». И сегодня мы поговорим о мошенничестве в интернет-магазинах, о том, как безопасно покупать в интернете. В целом, как и в любой сфере нашей жизни, есть небольшой процент мошенников среди интернет-магазинов, которые берут деньги, привозят не тот товар, привозят некачественный товар или еще что-то. И сегодня мы как раз поговорим о том, как от них защититься. Важно понимать, что их немного, в основном все люди работают честно, но, конечно, никто не хочет стать жертвой мошенников, и сегодня мы разберем, как от этого защититься. Когда есть риск обмана со стороны интернет-магазина? Вообще, на самом деле, в большинстве случаев риска нет. Потому что вы оплачиваете товар при получении курьеру или в пункте выдачи заказов курьерской службы, и у вас есть возможность проверить заказ перед оплатой. Поэтому в некоторых магазинах есть такая серая схема, как акты приемки товаров. То есть, как это работает? Вам привозят товар, и курьер говорит, что он очень-очень спешит, у него там еще 500 адресов, и что вам нужно подписать акт приемки. И вы как бы говорите, ладно, хорошо, подписывайте. В этот момент вы заявляете о том, что вы проверили товар, он того качества, которое заявили, то есть он не поврежден, он полностью работает, и потом предъявить претензии магазину невозможно. Поэтому с этим аккуратнее. По сути, мошенничество в интернет-магазинах возможно в двух случаях. Первое, это когда вы заказываете доставку почтой России, потому что на почте вы сначала оплачиваете посылку, а потом ее забираете. То есть у вас нет возможности перед оплатой проверить, что там в этой посылке. И второе, это заказы с предоплатой. То есть, когда вы сначала вносите какие-то деньги, а потом вам присылают товар. Как может обмануть интернет-магазин? Есть, в принципе, три основные ситуации. Первое, это когда магазин пропадает после внесения предоплаты. То есть, у вас ни денег, ни товара, связаться с ними невозможно. Второе, это когда они присылают не то, что вы заказывали. То есть, камни вместо ноутбука, поддельную, подделку вместо оригинала, бэушную вещь, нерабочую вещь и так далее. И третье, это брак. То есть, да, брак, внешние повреждения, что-то не работает и так далее. Давайте поговорим немного о предоплате. В некоторых случаях невозможно купить товары без предоплаты. Обычно это крупногабаритные какие-то товары, типа тренажеров, например, которые никто вам не будет отправлять без предоплаты. Дорогие товары, например, 3D-сканеры. Они, в принципе, маленькие, но они там стоят по 200 тысяч. Естественно, никто не будет отправлять в регион без какой-то предоплаты такой дорогой товар. И третий случай, это маленький интернет-магазин, который не имеет возможности всем подряд отправлять без предоплаты товары. Обычно в этом случае ограничивается сумма заказа, при которой вы можете без предоплаты его получить в регионе. Например, в нашем магазине это 10 000 рублей, в каких-то 20 000, в каких-то 30 000 рублей. И все товары дороже 30 000 рублей отправляются только с предоплатой. Например, в 1000 или 500 рублей вы можете внести предоплату и остальное оплатить при получении. Конечно, можно сказать, что я лучше поищу тот магазин, который меня отправит без предоплаты. Но у маленьких магазинов есть большие преимущества, которые мы описали в другом нашем видео, в другой статье. И о них вы можете почитать дополнительно. Итак, давайте поговорим о том, как защититься от обмана при покупках с предоплатой. Во-первых, старайтесь не переводить деньги прямыми переводами физическим лицам. То есть, если вы не уверены в том, что вы сможете найти потом этого человека, то старайтесь напрямую ему не переводить просто деньги, потому что потом эту транзакцию отменить невозможно. Старайтесь оплачивать по карте. То есть, по карте банковской картой вносить предоплату безопасно, потому что вас защищают три структуры. Первое – это банк, который выпустил карту. Второе – это система эквайринга, то есть приема платежей через интернет, которая принимает у вас оплату. И третье – это сами платежные системы Visa и MasterCard. То есть, при оплате по карте все платежи застрахованы. Если что-то пойдет не так, то вам очень быстро вернут деньги. И, кроме того, прежде чем магазин получает возможность принимать оплату по карте, он проходит много проверок. И непонятно кому, конечно, банк не разрешит принимать оплату. Нужна какая-то история, нужна добросовестность магазина подтвердить и так далее. Поэтому, если магазин принимает оплату по карте, это уже говорит о том, что он проверенный. Есть несколько способов, как отличить честный интернет-магазин от мошеннического. Давайте поговорим о них. Типичные признаки мошеннического магазина. Первое – это на сайте нет юридических реквизитов. То есть, к сайту магазина не привязана никакая компания. Второе – это отсутствие телефонов или они не работают, не отвечают. Желательно, чтобы телефоны были городские или 8800, то есть бесплатные федеральные номера. Это показывает надежность компании. Симку можно купить за 100 рублей, а городской телефон стоит подключать, оплачивать каждый месяц и так далее. Проверьте, есть ли телефоны и работают ли они. Электронная почта на бесплатных доменах тоже должна вызывать подозрения. То есть, на Яндексе, на Mail.ru, на Gmail. Это все говорит о низком уровне компании. Не указан фактический адрес. То есть, в некоторых магазинах есть только форма обратной связи, куда вы можете что-то написать, но не написано, где у них офис, куда можно приехать. Вот это все признаки, конечно, слабого магазина. Сильно заниженные цены. То есть, если вы видите скидки на 30-40%, то это первый признак, тем более, если вас просят нести предоплату, это верный признак, что что-то не так. Отсутствие страницы о компании или общие слова на ней. То есть, если людям нечего написать на своей странице о компании, то, скорее всего, компания за этим стоит слабая. На что еще можно обратить внимание? В Яндексе есть такой показатель, как тематический индекс цитирования, который показывает качество сайта в данной тематике. Так вот, если тит сайта меньше 50, то это говорит о начинающей компании, слабой компании или мошеннической. То есть, можно проверить тит сайта и понять, насколько известная компания на рынке в целом. Ну и на сам сайт тоже можно посмотреть. Это дата регистрации домена. То есть, когда был зарегистрирован домен сайта, название сайта. И когда на этом домене появился сайт. В описании к этому видео есть сервисы, которые позволяют это все проверить. И если сайт появился два дня назад или неделю назад, вообще, если сайту меньше года, то нужно с осторожностью подходить к покупкам в таких магазинах. Следующий момент. Как проверить добросовестность компании? То есть, если вы нашли реквизиты компании на сайте, то вы можете проверить, что это за компания, как она работает. Во-первых, на сайте eGrew вы можете посмотреть, когда была основана компания и ведет ли она сейчас деятельность. То есть, не закрыта ли она, не арестована ли. Вот тоже ссылка внизу. Можете по ИНН как раз проверить, существует ли компания на данный момент. Второе. Вы можете проверить компанию на наличие долгов, которые с нее взыскивают при помощи судебных приставов. То есть, в базе данных судебных приставов, тоже по ИНН, вы можете найти компанию, нет ли у нее каких-то долгов, которые кто-то с нее взыскивает. Также вы можете посмотреть в базе судебных решений о том, в каких судах участвовала компания и проиграла она их, выиграла, какие аресты на нее наложены и так далее. Это все общедоступная информация. Кроме того, есть смысл, конечно, почитать отзывы в интернете, что про компанию пишут, что пишут про магазин и обратить внимание на негативные отзывы, потому что позитивные часто накручивают, есть специальные люди, которые занимаются написанием поддельных позитивных отзывов, а вот негативные как раз показывают, с какими проблемами люди сталкиваются в этих магазинах, какие могут возникнуть проблемы у вас. Поэтому посмотрите, оцените и принимайте решения. И последнее, о чем хочется поговорить, это что делать, если вас уже обманули в интернет-магазине. Тут есть всего две ситуации. Первая, это если они пропали с предоплатой. То есть вы заплатили денег, а после этого ни товара, ни денег, и связаться с ними не получается. В этом случае нужно обращаться в полицию. В полиции есть отдел по борьбе с экономическими преступлениями, ссылка также в описании. Их задача заключается в том, чтобы искать таких мошенников, сажать их и возвращать вам деньги. То есть с этим полиция довольно оперативно разбирается, и проблем быть не должно. И вторая ситуация, это когда магазин прислал не то, что вы заказывали, или бракованный товар, и при этом также уклоняется от исполнения своих обязательств, уклоняется от замены, возврата, еще чего-то. В этом случае есть две службы, которые вам могут помочь. Это Роспотребнадзор, в принципе они занимаются такими вопросами. И Общество защиты прав потребителей, вторая служба, у которых как раз большой опыт в таких вопросах. Есть много инструментов воздействия на недобросовестных продавцов. И вот к ним обращайтесь, они вам помогают в этой ситуации. Ну и в качестве заключения хочу еще раз напомнить, что все-таки мошеннических интернет-магазинов порядка 3%. Все-таки большинство работает достаточно честно и открыто. И надеюсь, что вы теперь обладаете достаточным количеством инструментов для проверки качества продавца. Удачных вам покупок в интернете и до новых встреч!